Воспитанница цирковой студии Дворца Творчества Илона Лазаренко осваивает этот необычный вид искусства уже год. Многочасовые изнуряющие тренировки и все равно искренняя улыбка на лице. По неволе взрослые задаются вопросом, какая же магия тут постаралась, а ответ всегда банальный, опытный и чуткий педагог. Я тренировалась с шесть лет по салямшкам на ведуте, я занималась три года. Я перешла в цирковую студию, потому что я больше не хотела заниматься профессиональным шкамбаном на бутылочем. Мне пока очень нравится. Да, лето – это всегда самое любимое время для детей. Однако неуемную энергию все же нужно куда-то девать. И действительно, изящный вид спорта – цирковую гимнастику для своих детей выбирают многие родители. Студия циркового искусства во Дворце Творчества работает не одно десятилетие и пользуется огромным спросом. Ко мне в кружок приходят дети, занимаются, им нравится. Это лучше, чем сидеть за компьютером, смотреть телевизор. Ко мне часто обращаются, даже бабушки приходили. Ой, лучше они сидят на мобильных телефонах, лучше мы сюда приведем, пусть они здесь подвигаются, занимаются. Поэтому у меня наплыв детей, как и во время учебного года, такой же фактически и в летнее время. Во время обучения осваивают несколько жанров циркового искусства. Это и акробатика, и гимнастика, и жонглирование. Сегодня сделать ставку на то, понравится ли ребенку выбранное для него направление внешкольной деятельности, можно без риска. А все потому, что досуг во Дворце Творчества действительно поражает своим многообразием. Каждый год работает 260 объединений по интересам, в которых занимается почти 3000 детей. Летом количество кружков и секций, конечно, немного сократили, так как Дворец Творчества сейчас посещает около 300 детей. Однако спортивное, ораторское, художественное и музыкальное мастерство продолжают преподавать, как и всегда. Богдан Севцевич впервые взял в руки гитару всего 8 месяцев назад. Однако уже может кое-что показать. Чтобы не растерять навык, занятий нужно много, на которые не жалко потратить даже драгоценные каникулы. Мне нравится свое дело, так сказать. Мне нравится то, что я играю на гитаре, то, что я учусь играть на гитаре. Вот. Ну, я не хочу просто забрасывать это, и поэтому хожу летом. Во время учебного года Дворец Творчества предлагает ребятам самое разнообразное направление по интересам. Для самых маленьких работает школа раннего развития «Теремок», где организованы занятия по хореографии, изобразительному искусству, лепке, гимнастике, развитию речи, английскому языку и театральному творчеству. Дети постарше могут посещать спортивные секции, бассейн, картинг, рыцарский клуб, кружки по декоративно-прикладному искусству и многое другое. Летом во Дворце Творчества Детей и Молодежи работает большинство кружков и секций. Да, несомненно, большое количество детей уехали в детские лагеря или, например, к бабушке. Однако те, кто в это время остались дома, продолжают с удовольствием посещать Дворец Творчества каждый день. И все же заботиться о том, где и как ребенок проведет летние каникулы, нужно в первую очередь родителям. Именно от них и зависит, каким запомнит лето ребенок и с какими эмоциями он вновь сядет за школьную парту в сентябре. Наталья Мельникова, Виталий Рубанов, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.